Всех приветствую на моем канале, меня зовут Даша и сегодня мы поговорим о такой теме, как похудение. Собственно, с чего я начала, почему я набирала вес. Я надеюсь, проблемы у вас у меня будут идентичны, потому как похудеть на самом деле очень просто, но почему-то некоторые люди думают, что для этого нужно какие-то там супер диеты, какие-то голодовки, какие-то подсчеты калорий, никому не нужны, зачем тратить на это время, если можно потратить его на что-то другое. Затронем тему, почему есть люди, которые худые с детства, и почему есть люди, которые полные, и они говорят, что ничего не едят и набирают вес. Итак, погнали. Первое, что я хочу вам рассказать, это, наверное, про свое детство, то, как я не выбирала быть не худой или толстой, то есть мне ставили тарелку перед собой, и я ела. В принципе, я не была сильно толстой, у меня была пышечкой. Такой средний, такой щекастый, смешной, пышечкой. У нас всегда было строго с едой, то есть 3-4 раза мы ели, это всегда мы пили молоко, кушали конфеты, по 3-4 штучки за один раз, представляете, да, 3 на 14 конфет в день, ну, таких приличных шоколадных, печенье, всякие там, не знаю, заверные пирожные, и еще о том, что я просто не знала, что можно жить по-другому, и не могла понять, почему есть люди, которые не набирают вес, и есть люди, которые набирают вес. Что вообще происходит? Почему так? Так, собственно, ответ на этот вопрос лежит глубоко в нашей голове, то есть набор веса, это больше психологическая проблема, нежели проблема вашего метаболизма, какие-то другие проблемы, это лежит глубоко внутри, в нашем подсознании, то есть вы все понимаете, что в детстве нам всегда говорили, доешь до конца, потом получишь еще там конфетку, доедай этот весь суп, потом получишь еще что-нибудь, но ты не хочешь суп, ты хочешь эту конфету, ты, в принципе, настроен был просто там съесть одну конфету и уйти, но ты наедаешься супом, потом ты съедаешь конфету, потом ты еще что-нибудь съедаешь, и так получается, мы съедаем намного больше, чем мы хотели бы. Еще что, наверное, больше всего меня напрягло, это то, что у нас есть какие-то приемы пищи, то есть это завтрак, обед, ужин, это обязательно, может, кто-то не хочет есть на ночь, кому-то там не очень хорошо, снятся кошмары, а есть люди, которые не любят завтракать, собственно, почему там, если кто-то не хочет есть, он должен есть. Лучше всего, наверное, не есть в тот момент, когда не хочется, и, возможно, даже попробовать интервальное голодание, если вообще есть возможность. В принципе, это неплохой метод похудения. Что же происходит, когда мы постоянно едим? У нас есть рецепторы, которые отвечают за жировую ткань, то есть в самой жировой ткани есть рецепторы, и есть лептин-гормон, насыщение и голода. Если мы постоянно кушаем, то у нас постоянно активизируется жировая ткань, инсулин и также инсулинные рецепторы. Чем это чревато? Это чревато тем, что постоянно рецепторы не успевают, как бы сказать, обновиться, то есть рецепторы, которые принадлежат инсулину, они открываются на некоторое время и потом закрываются. Инсулина уйдет потом больше за счет того, что вы постоянно едите какие-то углеводы, даже не углеводы, даже белки и жиры. Но чем больше вы будете есть и больше, и чаще, то меньше рецепторов у вас будет оставаться, рецепторы не успевают обновиться, и тем самым нужно будет больше инсулина для того, чтобы вогнать в те оставшиеся рецепторы. Это чревато тем, что будет вырабатываться больше инсулина, и чем больше инсулина вырабатывается, тем больше мы хотим, чувствуем голод, тем больше получается жировая запаса у нас из-за того, что мы больше едим. И так же самое с лептином. Чем больше его вырабатывается, тем хуже для нас самих, потому что некоторые, кстати, статьи, которые подтверждают то, что лептин – это гормон жировой ткани, и то, что большие количества лептина – это наоборот, мы набираем вес. И есть люди, которые говорят наоборот, что в смысле больше, чем лептина есть, ну очень много лептина, значит, будет человек худеть. Это, кстати, еще спорный вопрос, очень много еще пока выясняется, но все-таки факт есть факт, то, что есть все-таки этот гормон насыщения и голода. Исходит дальше. Если вы используете интервальное голодание, что очень, кстати, классно, тем, что вы не зависите от еды, ну относительно первое, наверное, моменты будет очень сложно принять, то, что нельзя будет есть какое-то время, но потом вскоре вы привыкнете к этому, и будет даже легко, и будет даже не хотеться есть. То есть ваш организм, вы его приучиваете, то, что, например, вы когда-то там не будете есть, и тем самым вы уменьшаете свой желудок, что в последующем вам даст меньше поглотить еды, поглотить, меньше скушать, и уже тем самым вы сможете похудеть. К чему это я все уведу? К тому, что есть люди, которые изначально худые, и их нет такого закона, что они должны постоянно есть, то есть 3 приема, 4 приема пищи, как у нас, они едят тогда, когда они хотят есть. И поэтому они не набирают вес, потому что они едят столько, сколько им нужно, сколько они тратят. А в некоторых случаях даже меньше, чем им нужно, и они могут из-за этого худеть. Есть люди, которые едят постоянно, то есть у них постоянно приемы пищи, перекусы, и они набирают вес. Они смотрят на тех худых людей и думают, а вот он сделал столько-то. А если, почему я набираю вес? Я же я кушаю столько, сколько этот худой человек, а что же должен быть худым? Но не тут все так просто. Если для одного человека норма столько-то, то для другого человека норма меньше, либо больше. То есть вы должны понимать, что для вас сугубо норма это индивидуально. И не нужно ни под кого подстраиваться, не нужно ни за кем смотреть. Нужно просто наблюдать и анализировать, то есть что кто съел. Еще, кстати, распространенная проблема является тем, что мы начинаем делить продукты на плохие и хорошие. То есть если я съем сегодня булочку вот эту на ночь, даже пару кусочков, то завтра с утра я проснусь толстой. К сожалению, это так не работает. Вы употребляете булочку, и ваш организм не знает, запасет ее в жир или нет. Все зависит от вас. Вы потратите эту булочку или нет. Если же вы хотите принять себя и быть здоровым человеком, вы не должны делить никакие продукты ни на хорошие, ни на плохие. Такого не бывает. Вы просто можете делить на полезные, например, и не очень полезные, которые вы можете съесть неполезные продукты раз в неделю, раз в месяц, как Макдональдс, например. Или же вы можете, как здравомыслящий человек, который похудел, вы можете мыслить, как будто вы уже похудели. То есть так, что вы уже похудели, у вас все хорошо, и кушать спокойно, не деля на плохие и хорошие продукты. Если вы перестанете это делать, вы поймете, что жить намного проще. Еще, кстати, распространенный миф – это о том, что считать постоянно калории, запариваться и туда тоже похудеть. Возможно, да, но посмотрите, сколько времени вы потратите на то, чтобы посчитать эти калории, которые вы сожжете, которые вы, не знаю, наедите. Это тоже, в принципе, можно, но очень-очень долго. И это очень сильно влияет на психику, потому что некоторые цифры, они могут повлиять на ваш результат, на который вы бы хотели бы, вы хотите, и вы можете потом расстроиться из-за того, что вы, например, ожидали результатов больше, чем вы считали по тем же калориям. Это все-таки, кажется, мне влияет на психику больше, чем то, что предлагаю я. Вы отказываетесь от подсчета калорий, вы отказываетесь от деления продукты на плохие и хорошие. Пончик ничем не хуже, чем, не знаю, тот же ржаной хлеб. Крем, ну, в принципе, в каких-то там границах крем неплохой, с того же пирожного. Вы просто понимаете то, что продукты не есть плохие, не есть хорошие. Вы не наберете вес от плохого продукта и так же самое от хорошего, если вы его сидите в мир. Еще есть такой распространенный миф. Это о том, что нельзя кушать после шести. Да, боже мой, вы хоть наешьтесь на ночь, но не ешьте перед этим целый день. Как бы вы не поправитесь, если вы сидите в свою норму, сколько вам нужно съесть. Это тоже, в принципе. Смотрите, подведем итоги. Значит, вы не должны делить продукты на плохие и хорошие. Вы не должны делать подсчет калорий. Вы должны есть тогда, когда вы этого хотите. В принципе, можете попробовать систему, как я уже говорю, интервального голодания. Она дает очень хорошие результаты. Но если же у вас есть диабет, то будьте внимательны, потому что именно в промежутке между едой, в длительных промежутках, может случиться гипогликемия, либо ночная гипогликемия, потому что длительные промежутки, они улучшают усвоение инсулином глюкозы. И также самооткрытие вот этих рецепторов инсулиновых, которые помогут вам в будущем не переедать. То есть вы уменьшаете количество инсулина за счет этого. И также вы улучшаете свое состояние. Вы будете чувствовать прилив сил. Вам будет как-то легче даже, наверное, потому что вы почувствуете себя обычным человеком. Как я и говорю, есть худые люди, которые не считают калории, едят все подряд, и они почему-то до сих пор худые. Странно как бы это звучало. Поэтому вот эти пунктики вы можете проанализировать, как у вас проходит. Но я для себя это все выделила. Следующий пункт это также самое про плохую еду. Если у вас есть очень любимая еда, которую вы постоянно хотите, но себе запрещаете, возьмите прямо сейчас. Встаньте со стола. Купите эту еду, например, килограмм таких же пирожных. И, наверное, завтра попробуйте не есть ничего, кроме этих пирожен с чаем. Я вам говорю, к вечеру вам будет очень плохо, вы не захотите больше этих пирожен, и вам станет легче. Поешьте, сядьте этих пирожен, сядьте, поешьте этих круассанов, поешьте этого шоколада. Забудьте вы о том, что вам этого нельзя, вам это можно. Просто спокойно съешьте это и перестаньте об этом думать. Мысли пройдут так, как вы насыдите ваш организм, ваш мозг. Возможно, вы приедаете из-за того, что вы запрещаете себе какую-то там вкусняшку. А вы хотите именно, вот хочется шоколадовому, вы берете и едите там меркашу, котлету, еще там. Но голод не пропадает, потому что вы хотите именно шоколада. Возьмитесь, ешьте кусочек шоколадки. Что там плохого? Следующее, о чем я хочу поговорить, это то, как у меня прошло вот это похудение. Что вы должны понимать, это то, что если вы хотите похудеть, то просто начать кушать по-другому не поможет, потому что вы должны как-то израсходовать эти калории. Если у вас малоподвижный образ жизни, вы можете делать маленькую зарядку на 10-15 минут. Сначала вам покажется то, что это вообще никак не помогает, но со временем вы поймете, что это просто очень хороший способ, но долгосрочный. То есть вы должны очень долго, систематически, каждый день, как 10-15 минут заниматься. Либо же час ходьбы по улице, прогулки. Прогулки тоже хорошо, одевайтесь, тепло, берите с собой чайок в термосе. И прогулочки тоже отлично влияют на общее состояние и на состояние глюкозы крови. Можете даже больше, чем час в день, это только будет вам плюс. Раньше было тепло, я очень часто выходила на улицу. Еще, кстати, купила себе фитнес-резинки, использовала фитнес-резинки, когда было еще холодно. То есть полчаса в день этого просто достаточно для того, чтобы хотя бы вспомнить какие-то мышцы, которые есть у нас в теле. И, кстати, следующий пункт будет про мышцы. Не забывайте о том, что чем больше масса мышц у человека, то тем меньше ему нужна инсулина, и тем больше энергозатратность будет у этого человека. То есть даже не жир, а именно мышцы. Ходьба у вас будет больше калорий занимать, вы будете активнее даже за счет того, что у вас есть мышцы. Кстати, мышцы, они еще придают такую более рельефность телу, чем же жир. Жир, он такой более, как вы знаете, желеобразный, а мышцы вам только пойдут на пользу. Когда я разобралась в своих тараканах, я вам расскажу с самого начала. У меня было очень много попыток похудеть, и я всегда думала, что найду какую-то диету, я похудею на какое-то количество килограмм, и об этом забуду навсегда. Это так не работает, к сожалению, на каких-то диетах мы теряем временный вес, а потом он возвращается, потому что мы начинаем есть так, как и ели. То есть опять эти запреты в голове появляются, опять мы хотим какую-то вкусняшку, это не нельзя. Вы должны понять, что вы сейчас прямо вот с этой минуты меняете свой образ жизни навсегда. У вас должна быть всегда прогулка, вы должны всегда слушать то, что вы хотите, вы должны всегда, не знаю, заниматься спортом, каким хотите. Можете пойти на танцы, можете пойти в спортзал, можете, не знаю, любой спорт, шахматный не подойдет, кстати, если там любите, или шахмат есть, простите, но бассейн лучше, либо прогулки. Вот если вы вообще не любите никаких спортзалов, ничего, просто выходите на улицу. Мысли рассеются всякие ненужные, и вам поднимется настроение. Если не с кем, если нет собаки, то просто вы включаете какую-нибудь аудиокнигу классную, и вокруг дома пару кругов пройдите, настроение вам поднимется. Еще такой важный момент, это мой набор веса был связан с тем, что я ходила на нелюбимую работу, мне необходимы были деньги для того, чтобы хотя бы как-то выжить, то есть, как знаете, диетические всякие вещички не очень дешевые, и чтобы хотя бы как-то себе обеспечить полосками и расходниками на сольную помпу, мне необходимо было зарабатывать хоть какую-то копеечку. Ну и вообще, чтобы вложиться в мой бизнес, который у меня сейчас есть. Для него нужны были хотя бы какой-то, хотя бы даже 5 тысяч гривен, которые у меня вообще от отдельно лежавших служим дома не было. Поэтому я очень много работала, я себе брала постоянно смены, у меня смена была с 7 утра, то есть в 6 утра я уже вставала, и шла на смену, открывала, я работала баристой, и работала я до позднего ночи, уже до полдесятого, до девяти вечера. Кстати, когда у меня были пары, я приезжала с пар, садилась, ну, сколько там времени, в 12, в час приезжала уже, садилась, и дальше продолжала работать. Это было очень тяжело, потому что в некоторые моменты я даже заметила то, что я прям очень сильно перерабатываю, но я не могу остановиться, потому что я понимаю, что мне нужны эти деньги. Мне очень тяжело было зарабатывать их, и у меня это отразилось тем, что я не высыпалась, потому что мне надо было утром иногда бежать на учебу, потом я возвращалась, шла с работы, ну, в принципе, пара, и как вы понимаете, я там что-то там учила, что-то дописывала, что-то делала на выходных, я так же сама там торчала. В принципе, людей было немного, но вопрос был в том, что я утром рано вставала и поздно ложилась, и это как-то повлияло на мою нервную систему так, что у меня начали вырабатываться контролюциональные гормоны почти всегда, то есть я всегда утром чувствовала этот подъем сахара, я смотрела на километр, он, в принципе, очень тяжело сбивался. Это тоже может быть связано с тем, что человек не высыпается, и ему надо раньше ложиться хотя бы на час. Если вы не высыпаетесь, то, конечно, это будет пагубно влиять на ваше похудение, на ваше родное тело, на ваш сахар и на ваше состояние кожи. Я рассказала про мои триггеры, которые меня постоянно преследовали, то есть даже если я иду на учебу, то, в принципе, я тоже иногда могу не высыпаться, и это заставляет меня кушать больше, чем я хочу обычно. Этот гортизол, который утром гормон помогает нам вставать, он вот немного бушует, действует на наш аппетит. Я начала свое похудение с того, что узнала о такой методике контрревальное голодание. У меня была базальная доза инсульта 42 единицы, что, в принципе, даже 44, что, в принципе, очень много. Но я не отчаивалась, я начала. Было очень сложно, потому как любой шаг вперед, шаг назад – это гипогликемия, либо гипергликемия, и что с этим делать было как-то трудно. Я перешла на аналог типа как поджелудочной железы – это метроник 670, что мне позволило меньше смотреть на вот эти гипогликемии. То есть их вообще практически не было с вот этой помпой. Она мне, в принципе, помогла сократить вот эту базальную дозу инсулина до такого минимума, которое можно было, в принципе, даже себе представить. Я не думала на тот момент. Все работало настолько постепенно, что даже я не замечала результат сначала, но я не отчаивалась, я не думала, что вот сейчас результат, результат, результат. Я думала тогда больше над своим здоровьем, над тем, чтобы у меня была хорошая постоянная глюкоза, над тем, чтобы я постоянно наедалась, над тем, чтобы я постоянно была чем-то занята, потому что такой триггер перееданий – это нечем заняться, там просмотр всяких фильмов, под которые хочется, там попкорн, колу, еще там всякой гадости. И под это, вот, кажется, идет тоже набор веса. Я, если даже без фильмов, то без фильмов просто иногда хочется пойти на кухню покушать почему-то. Ну, не именно голод, а именно вот что-то в голове, так думаешь, чем бы заняться, наверное, пойду покушаю. Собственно, я начала увлекаться интервальным голоданием, и интервальное голодание у меня заключалось в том, что я кушаю именно два раза в день и не кушаю на ночь. Собственно, все, утром просыпаюсь кушаю, в обед кушаю и на ночь не кушаю. Так, продержалась я, наверное, месяца три, и уже за этот короткий период я увидела отражение прям в зеркале совсем другого человека. Если вы посмотрите начальное видео, то вы заметите, что лицо у меня было, конечно, побольше. Кстати, еще хотел сказать, что я заметила это не по весам, я не взвешивалась, потому что я считаю, что взвешиваться, когда ты худеешь, это вообще убийство. Я думаю, лучше смотреть всегда на свою одежду, то есть на размер одежды, то, что он уменьшился на свои штаны, на свои кофты, и вообще отражение в зеркале у меня сейчас гораздо поменялось. Я вообще довольна, поставила себе зеркало в полный рост и наблюдаю за собой, как я меняюсь. Я, кстати, сейчас не остановилась меняться. Я хочу прям измениться в лучшую сторону, и думаю, что мне все-таки будет лучше, если я буду выглядеть еще лучше. И вот на карантине я начала менять свои привычки просто кардинально. Что было дальше, расскажу вам в следующих историях. Ждите меня, пока. Субтитры сделал DimaTorzok